Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас распаковка огромного заказа с сайта рандеву. Я уже туда без вас подлезла, залезла, видите? Сейчас все покажу, все расскажу. Всегда прекрасно упакована, за что люблю рандеву. Смотрите, в такой вот толстый, плотный пупырка, не знаю, не пупырка, вообще потрясающе. Начинаем. Будем с вами красить волосы в этом видео. Так, первое, это у нас с вами Аравия спрей-активатор роста волос. Хочу попробовать. Кто пробовал, девчонки, обязательно напишите. Сейчас активно занимаюсь волосами, ногтями, поэтому такие средства превалируют в заказах. Будем тестировать. За что люблю рандеву вообще? Вот это все выходит очень бюджетно. Почему? Потому что сейчас, во-первых, у них, кстати, новогодняя распродажа до 52% скидки. Во-вторых, там накопительная система скидок. В-третьих, баллы за отзывы. И вот в сумме, ну плюс еще мой промокод, конечно, 10%. Пропишу его обязательно. И ссылочки все тоже. Ссылочку на сайт оставлю. Получается вообще очень бюджетно. Так, у нас здесь с вами соль. Оздоровляемся. Да, сейчас у нас сезон заболеваний и эпидемии, я бы сказала, во многих городах. Соль для ванны Гималайска. Это всегда классная соль. С пивак ни разу не брала. Попробуем вот такую. Еще одна соль. Большая, огромная. Это уже органик-зон. По-моему, я их соль тоже никогда не брала. Это лаванда. Перед сном будем купаться органик-зон. Вообще классные вещи. И составы у них хорошие. Но соль, по-моему, ни разу не брала. Хороший состав. Ага. Масло абрикосовой косточки. Вообще здорово. Супер. Так, дальше что у нас с вами? Для покрасочки волос. Я взяла вот такую краску Эстель. Я Эстель краски не очень люблю. Но именно вот такую никогда не брала. Уже я вам показывала. На Вайлберис я заказала к ней окислитель. Будем краситься. 866 светлый русо-фиолетовый интенсивный. Беру теперь всегда практически краски с фиолетовым подтоном. Не с пепельным, а с фиолетовым. Потому что пепельный очень тяжело сделать пепельным. Он часто дает зеленцу. Так, что дальше у нас с вами? Для тонировочки. Вот такие две от Эстель тоже взяла. Я пробовала такие в банке. Они неплохие. И банка стоит прилично. Поэтому взяла вот такие две коробочки. Это у нас с вами какие номера? Это у нас с вами 861 и 876. Можно их будет миксануть. Светло-русый коричнево-фиолетовый. Тоже с фиолетовым. А этот светло-русый фиолетовый пепельный. Прикольно. Тонирующие масочки. Так, поехали дальше. Что у нас тут еще с вами? А Дейзик взяла Женьке. Тоже выходит. Вот Дейзики там бюджетнее всего. Если вместе все применять. И мой промокод и так далее. Так, у нас с вами мицеллярка от Эвелин. Мне нравится сейчас, которая пользуется розовой водой. Решила взять вот такую вот с муцином улиточки. Разглаживает еще кожу. Ну такая антивозрастная мицеллярка. Огромный баллон. Будем пробовать. Так, поехали дальше. Что-то мне ставить уже некуда. Так, девчонки. Вот такой вот гель. Очищающий антибактериальный гель. Три эфирных масла. Увлажнить, очистить кожу. Три эфирных масла. Чайное дерево. Стракталоэ вера не содержит. Не требует смывания рук. Небольшое количество геля. Между ладоней Ксюшки в рюкзак положу. Так, дальше поехали. Еще у нас Аравия из этой же серии. Маска разогревающая для волос. Хочу попробовать. Очень интересно. Так, вот такой вот взяла бальзамчик. Оливит. Либридерма Ксюшки. Положу в рюкзак тоже. Так, это подарочки. Смотрите, как всегда. Рандеву вкладывает. Это у нас с вами какой-то аромат интересный. Потестируем. Пробничек. Очень интересно. Так, взяла вот такой вот. С депантенолом детский крем. Смотрите, в каком он удобном формате. Потому что сейчас перед выходом на улицу это с пивак тоже. Вот ни разу не пробовал. Кто пробовал, напишите. С депантенолом. И состав. Где состав? Состава нет. Он, наверное, на этикеточку оттирать. Не вижу состав. А вот он состав. На втором месте масло миндаля. Астракталой. Ну, неплохо вроде. Посмотрим, попробуем. Такой удобный формат. Так, дальше. О, это что у нас с вами? Это пупа. Тени. Давно, давно очень у меня были пупы тени. Я решила взять очень интересный оттеночек. 103. Сейчас открою, покажу про сводчу. Оттенок такого розового золота. Камера немножко вам его рожит. На самом деле цвет такой вот розового золота. Очень красивый. В запеченной тени. Вот сводч. Прям красивый, красивый. Мне очень нравится. Я помню, раньше они были высококлассного качества. Просто вот супер. Ну, и хватает их действительно тоже надолго. Упаковочка другая раньше была. Вот такой вот красивый оттенок. Будем делать с вами с ним макияж. Потом покажу. По-моему, он так и называется. Вот этот 103 тон розовое золото. Ну что, а сейчас пойдемте красить волосы. Скажу вам цвет до, потому что сейчас буду голову мыть. Там уже будет непонятно при естественном освещении. То есть у меня такие темные корни. Они сильно уже отросли сейчас. И свитцином пользуюсь. И прям за месяц несколько сантиметров. Девчонки там шуршат. Играются вот этой вот пупыркой из коробки. Вот. Прямо, ну, сантиметра три практически отросло. Наверное, вообще круто. За месяц это круто. Аромат, кстати, потестировала. Он такой зелененький, весенний. Аж весны захотелось. Да, зелененький, весенний. Прям зеленый-зеленый. Вот кто любит зелень, это прям тема, да. Ну, и вот по всей длине вот такой вот цвет волос. Камера вам вроде верно передает. Сейчас пойду помою голову. И на мокрые волосы будем наносить краску. Помыла волосы очищающим шампунем на черный фиберлик. Сейчас будем с вами замешивать. Ну, чтобы красочка лучше схватилась, чтобы почистить тонировку окончательно, которая еще оставалась на волосах. Вот он окислитель делюксовский. Свалберис девяточка. На шестерке у меня желтизна на корнях проявляется. На девятке нет. Поэтому выбор пал в пользу нее. 8,66. Что у нас с вами представляет? Можете в интернете посмотреть. В принципе, красивый цвет, который в последнее время у меня на волосах и присутствует. Но сейчас он немножко не такой. Потому что тонировалась краска и потемнее. Краски здесь 60 грамм. Должно хватить на мокрые волосы. Сначала выдавливаем краску, а потом окислитель. Смотрите, какая желтая. Странно, когда на выходе будет, да? Получается сиреневый цвет. Ладно, в общем, сейчас замешаю и вернусь. Прям золото. Ну, очень вонючие. Глаза слезиться начинают. Вот такая получается смесь. Но не скажу, что прям краски много. Не очень. Наносить буду с затылка. Почему? Потому что у меня всегда там прокрашивается хуже всего. Так как там нет седых волос, они все здесь. Да, поэтому здесь прокрашивается спереди быстрее, а на затылке дольше и гораздо хуже. Поэтому начнем оттуда. Надеюсь, краски хватит. Начинать буду с корней. И потом протягивать или, может быть, даже эмульдировать на кончике. Краска начинает сиреневеть на волосах. И мои корни, по сравнению с ней, кажется, корни кончики жутко желтыми. Хватило. Правда, экономя, но хватило. Так что сжем всю длину сразу. Потому что кончики, они тоже желтоватые у меня сейчас. Посмотрим. Так что, девочки, какие ставки? Эстель Делюкс нейтрализует желтизну? Или так себе? Открыла все, что можно и нельзя. Сейчас потестируем. Первый будет кремушек. Тут интересная такая штучка была. Ее вытаскиваешь. И вот этот вот дозатор. По первым впечатлениям такой плотненький. Сейчас разнесу по ручкам. Он действительно очень плотный. Так тяжело прям по ручкам даже разносился. Похож больше на защитный. И как под подгузник. Но в то же время он пахнет натуральными маслами. У него абсолютно натуральная одушка. Мне кажется, он прям вот на мороз сейчас будет замечательно. Увлажняет, восстанавливает. Смотрите, видите, как руки блестят. Способствует уменьшению раздражений, сухости кожи. Депантенол. Регенерирующая, противовоспалительная. Подходит для ежедневного применения. Смотрите, интересный крем. Интересно будет тестировать. Пока он не быстро впитывается. Фокус вернись. Руки такие, видите, блестящие. Не быстро впитывается. Но очень хорошо увлажняет. Похож вот прям на защитный кремушек. Классно. Так, по масочке Аравия. Очень густая маска. Приятная какая-то такая парфюмерно-цветочная одушка. А по поводу вот этого спрея. Тоже очень интересный. Одушка фруктовая. Очень вкусная, яркая такая. Супер. Укрепление и тонизирование. Стимулирует рост волос. Укрепляет волос. Здесь у нас кофеин. Я посмотрела уже состав. Слава Богу, что за счет кофеина, а не за счет никотинки. Потому что от никотинки у меня возникает зуд головы. Хотя она тоже очень здорово стимулирует волосяные луковицы. Но вот надеюсь кофеин мне подойдет больше. Кофеин тоже вещь супер. Соль с лавандой. Органик зон. Аромат невероятный. И прям вот лаванда-лаванда. В чистом ее виде. Прям очень сильный аромат. Здорово. Так, с пивак у нас с вами соль. Она у нас... Я забыла с чем. Девчонки, по-моему, ни с чем. Но почему она розовая? Где у нас с вами состав? Способ применения. Ванночка для ног. Продолжительность, меры. Гималайская. Но что-то здесь тоже есть. У нее какая-то душка такая, знаете, медицинская. Вот медицинская. Как будто здесь масло какое-то есть. Чуть-чуть, чуть-чуть слегка дает хвою. Не такая ярко выраженная подушка, как у соли Organic Zone. Да? Она и та, и та довольно крупная. Мицеллярка пахнет круто. У нее такой зеленый аромат свежести. Прям вот здорово пахнет. Аромат замечательный. Так, ну что, все самое интересное. Мы с вами открыли. Пока краску держим. Крем начинает, кстати, впитываться. На руках пропадает жирность. Вот буквально 2 минуты. Оставляю за собой напитанную кожу и разглаженную. Нравится. Пока очень нравится. Ну что, прошло 45 минут. Я думаю, смываем. Будем смотреть так. Темно-темно-сиреневая. Местами вообще непонятная. Ну что, мои хорошие. Сейчас буду пытаться вам передать цвет. Потому что камера наглым образом врет. Я уже и так, и сяк, и через косяк. Вам она гораздо темнее его делает. Вот как-то вот так было более-менее правдоподобно. Что по факту? По факту мне очень нравится. Вот это сиреневое. Ну да, сиренево-сиреневые кончики. Они подсмоются еще. Я когда только смыла краску с волос, бальзамочком чуть прошлась немножко, и сняла полотенце. У меня шок был. Потому что ярко-сиреневые, темно-сиреневые кончики и коричневые корни. Когда посушила, все сравнялось. Вот сейчас он вам вообще неправильно передает. Кстати, на глазках вот эти тенюшечки пупа. Нанесение сухим способом. Мне кажется, если нанести влажным, вообще прям будет в эту ночь сияй. Красота, да? Красиво. Мне очень нравятся красивые тенюшки. Давно их хотела. Не знаю, как вам правильно передать цвет. Вот так более-менее. Я их переутяжелила. Что-то нанесла только на кончики сыворотку, но переутяжелила, что они у меня до сих пор как будто масляные. Даже не досушила. О, пустые баночки валяются. Не знаю, как вам правильно его передать. В общем, уровень восьмерки. Цвет сиреневый. Но не такой, как сильно вам его делает камера. И опять у меня такой градиент, какое-то колорирование. Но я думаю, когда еще один раз я голову помою, будет как раз то, что нужно. То, что и задумывалось. А так, в принципе, довольна. Сиреневого пигмента много. То есть желтизну хорошо перекрывает. В этом плане я не ожидала, конечно, такого от Deluxe. В целом очень неплохо. И волосы не чувствую, что поврежденные. Как бы сушила, все нормально было. Как же вам передать-то? Даже не знаю. Ну вот, типа того. Вот что-то типа того. Ну ладно. Попробую потом поймать еще. Нам с вами много чего тестировать. Такие дела. Сейчас ходила в душ. Попробовала маску Аравия. Вот эту разогревающую. Бомба. Просто бомба. Написано в инструкции на баночке, что нужно носить до мытья головы, а потом смыть шампунем. Я решила сделать после. Ой, у меня голову печет до сих пор. Я после шампуня нанесла. Мне очень понравился разглаживающий эффект. Волосики вообще стали как ламинированные. Пекло моментально. Я нанесла, еще помассировала. И буквально через 30 секунд, как начало печь. 10 минут я выдержала, пока была в душе. Туда-сюда все как бы выдержала. И смыла. Смыла обильно водой. Ничего больше наносить не стала. Шампунем наносить, смывать тоже не стала. В общем, печет до сих пор, но терпимо. Пусть будет так. Мне так хочется. Маска рабочая. Печет хорошо. Значит, пробуждают волосяные фолликулы. Значит, рост волос ускоряется. И растут новые волосики, которые у нас замерзшие фолликулы бывают на коже головы. Вот они тоже растут. Сиреневый пигмент подвымался. Сейчас посмотрим попозже. Завтра уже, наверное, покажу, какой будет цвет. На самом деле, интересно, потому что краска, конечно, оказалась ядреная. Но посмотрим еще по стойкости. После первого раза прям такая я была сиреневая. Сейчас уже такая быть не должна все. Вот этот цвет прям нравится. Посмотрим по всей длине. Так что маска очень понравилась. Вообще сейчас волосы еще высохнут. Я попробую спрей. Может, он тоже разогревает. Ну вот уже цвет волос выглядит по-человечески. Все равно камера не передает. Но такой сиреневенький. Как я люблю, все здорово, все красиво. В зеркале он мне нравится больше, чем в отражении в камере. С легким таким сиреневым отливом. Вот этот пигмент яркий смылся. Краска все-таки, смотрите, какая делюкс ядреная. Я даже не ожидала. Потому что обычные стейлевские краски я вообще терпеть не могу. Они не стойкие, не грамотные. Так, попробовала Аравия. Вот этот вот спрей для роста волос не утяжеляет. Объем волосы с ним не теряют. Он не требует смывания. Как бы в этом плане все отлично. Волосы не пачкает, не грязнит. Буду тестировать дальше смотреть. Кофеинчик нашим волосяным фолликулам не повредит. Вот так при искусственном освещении даже как-то получше видно. В целом вот такой цвет. Да, вот так камера более-менее верно передает, как ни странно, при искусственном освещении, нежели при естественном что-то она чудит. Хороший цвет, хороший цвет, красивый. В следующий раз я просто, если буду брать эту краску, я буду красить корни, а на кончике уже эмульгировать, чтобы не было такого яркого пигмента, темного, сиреневого. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Ссылочки все оставляю под видео. Промо-код на скидку 10% в рандеву тоже. Всех люблю, целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok